31 марта на сцене Дворца культуры состоялась премьера спектакля Народного театра по пьесе Александра Островского и Николая Соловьева «Дикарка». Постановка посвящена юбилейной дате одного из авторов – 195-летию со дня рождения русского писателя и драматурга Александра Николаевича Островского. Действие пьесы происходит в родовом имении, куда приехал наслаждающийся жизнью помещик Александр Львович Ашметьев. Несмотря на то, что здесь живет вся его семья, включая супругу Марию Петровну, Ашметьеву скучно, и он не хочет здесь находиться. Вскоре он сообщает своей нелюбимой супруге, что намерен вновь уехать в Париж, прочь от деревенской скуки. Жена всеми силами пытается удержать его в имении, хотя он ветреный и неоднократно ей изменял, но всегда прощался любящей его супругой. В отчаянии Мария Петровна придумывает хитроумный план. Она знакомит помещика с юной красавицей Варей Зубаревой. Молодая девушка живет в соседнем имении. Мария Петровна надеется, что этот магнит хоть ненадолго удержит дома ее непостоянного мужа. Но шутливая интрига принимает серьезный оборот. Ашметьев не только обращает внимание на девушку, но и влюбляется в нее. А Варя отвечает взаимностью. Стареющий элегантный помещик всерьез увлекается девушкой и кружит голову этой смелой независимой особи. Правда, вскоре после этого Александр Львович начинает задумываться, какими последствиями для его размеренной жизни, может обернуться страстный роман с очаровательной барышней-дикаркой. Отец Вареньки Кирилл Максимович Зубарев пророчит ей мужья значительного чиновника из Петербурга Виктора Васильевича Вершинского. Но отношения у пары не складываются. Кроме этого, неравнодушен к девушке и молодой барин Дмитрий Андреевич Мальков – последовательный и практичный господин. Спектакль рассказывает о чувствах молодой и неопытной девушки к богатому мужчине, старше ее на много лет, и о выборе, который она должна сделать, чтобы определить свое будущее. Эта история о меняющемся времени и не меняющихся людях. Он и она, охотник и его жертва. Страсть, любовь, разочарование, крушение иллюзий, деньги, отображение постоянных проблем в обществе в совокупности с великолепной игрой актеров никого не оставили равнодушным. Зрители долгими аплодисментами благодарили актеров за талантливо представленное театральное действие. В спектакле были заняты актеры Александр Алешков, Ольга Смирнова, Светлана Леонова, Валерий Агафонов, Алексей Жуков, Владислав Румянцев, Олег Климов, Сергей Рог, Дмитрий Чвырин и дебютанты Елена Миндерова, Екатерина Воробьева, Екатерина Строганова и Роман Комаров. Я пришла в народный театр, не скажу, что по зову сердца, я в Дворце культуры очень давно. Я занималась в народном шоу-театре очень много времени, больше 20 лет и очень много просила режиссера Марину Николаевну. Я говорю, Марина Николаевна, я выросла, переросла в шоу-театр, я хочу играть в народном театре. Она мне больше двух лет не давала роль и потом позвонила, говорит, наконец ты, Елена, я нашла тебе роль. Правда, ты, говорит, будешь играть старушку, которой 70 лет, но не переживай, она, говорит, богатая книгиня. Я говорю, хорошо, я очень согласна, будем пробовать, все для меня новое. Я очень, во-первых, люблю театр, мне этого привели с детства и вот как-то сегодня все это дело состоялось. Меня-то коллектив театра знает совсем с малых лет, поэтому я в них влилась вообще отлично. Хорошо, у вас какие впечатления? Скажите нам, пожалуйста. У меня очень хорошее впечатление. Как коллектив? С коллективом тоже все хорошо. Быстро сработали, сникались, да? Да, мне очень нравится тут играть. Сегодня было страшно, но как я вышла на сцену, сразу весь страх пропал. Как отреагировал зал. То есть, вот, отклик-то из зала. Да. Поддерживает? Да, очень поддерживает. Дритель был сегодня очень благодарный. Выступление прошло хорошо. Я просто не первый раз на сцене, я выступал уже в Шушкодомском театре. Спасибо Елене Юрьевне Марьян, что она воспитала меня. Ну, прошел воспитать благоприятно. Продолжать, безусловно, будем. Все очень понравилось, Марина Николаевна. Молодец, большая, очень хорошо приняла. Роль была маленькая, но я надеюсь, что будет и побольше роли. Будем участвовать. Спасибо зрителям, да, что так хорошо приняли нас. Режиссер Народного театра Дворца культуры Марина Павлова поблагодарила и тех, кто помогал во время спектакля «За кулисами». Свет и звук – Алексей Бучнев, Валерий Сиваков, Иван Соколов. Костюмы – Светлана Соленко, декорации – Светлана Барашкова. Огромное спасибо всем актерам Народного театра и всем тем, кто помогал сделать нам этот спектакль. Тем, кто помогал нам за кулисами. Это наши невидимые актеры – Анатолий Иванов, Валентин Нарок и Екатерина Павлова. Конечно, на сцену я их не зову, но им тоже аплодисменты. Также я хочу еще раз попросить вас громкими аплодисментами поздравить наших дебютантов. Марина Николаевна вручила диплом за лучшую мужскую роль студенту Буйского техникума железнодорожного транспорта Леону Тезикову. Напомним, что в январе месяце в Баки прошел первый студенческий театральный фестиваль «Театральная встреча», в котором Леон и принимал участие. Марина Николаевна возглавляла на этом фестивале жюри. Судейская коллегия тогда пребывала в полном восторге от игры студентов и готова была чуть ли не каждому молодому актеру вручать грамоты и дипломы. На такой успех организаторы не рассчитывали и не подготовили достаточного количества наград. Но тем приятнее, наверное, было получать награду актеру-студенту на большой городской площадке – дворцовой сцене. Студенческий фестиваль, что прошел в начале года в Буйском областном колледже искусств, также был посвящен юбилею Александра Николаевича Островского. С успешной премьерой театральную труппу поздравил глава администрации городского округа «Городбуй» Игорь Ральников. Игорь Александрович вручил коллективу театра свидетельство о подтверждении звания «Народный самодеятельный коллектив». Буйский народный театр принял участие в театральном фестивале в городе Галич, где спектаклем «Шутки в глухомане» и подтверждал звание «Народный». Народные коллективы делают это один раз в три года. В этом году наш театр еще раз доказал, что достоин этого высокого звания. Спасибо вам огромное. Вы большие молодцы. Спасибо. Мы ездили в Галич на конкурс «Театральные встречи», одновременно подтверждали звание «Народный». Мы показывали спектакль «Шутки в глухомане». Вот с этим спектаклем мы подтвердили звание «Народный». То есть звание подтверждается раз в три года. Мы еще раз доказали, что мы этого достойны. Я всегда ими довольна, понимаете. Ну, не каждый человек сможет выйти на сцену. Это ведь очень сложно. И жертвуя своим личным временем, бегать на репетиции, когда бывает и ежедневно, и вечера, и до 10, и до 11 ночи, в ущерб своей семье. Ну, не каждый это сможет. И я им благодарна за то, что вот они исполнительные. Они слушаются каждого моего слова. Хотя многих из них я младше и намного. Но они исполняют вот все, что я от них требую. А я требую много. Эта работа очень сложная, потому что классику всегда сложнее и ставить, и играть. Актеры большие молодцы. Во-первых, вы видели, да, тексты, они очень сложные. Но отмечаю то, что они современные до сих пор. Даже в наше время. Все, что было Островским написано давным-давно, оно актуально и по сей день. Конечно, пьесу я сократила намного. Если бы мы показывали полностью, то спектакль шел бы часа три. Мне удалось сохранить и донести суть этой пьесы, оставить ее в изначальном варианте, да, что хотел донести Островский до своих читателей. В скором времени буйских зрителей ждет еще одна премьера, в которой будут заняты другие актеры-труппы. Впереди у нас, да, готовится еще одна премьера. Пока не буду раскрывать все карты. Почему? Потому что есть еще актеры, да? Есть актеры, да, потому что в театр пришло много желающих. И теперь он разросся практически до 40 человек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова